Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я расскажу вам о той одежде, которую я не покупаю. Подобные видео есть, что-то сюда попало из старых видео, но в общем-то будет очень много информации новой. И да, несмотря на то, что я люблю покупать одежду, у меня ее очень много, все-таки есть та одежда, которую я не покупаю. И первая одежда, которую я совершенно точно никогда больше не куплю, как бы она мне не нравилась, как бы она мне не подходила, не шла и не украшала, это одежда из Ангоры. Я сегодня посвятила какие-нибудь хорошие полтора часа времени для того, чтобы очистить два пальто, с которыми я только один раз надела свой ангоровый свитер. Ангоровый свитер, все надела и в общем-то пошла чистить, что называется. Поэтому вещи из Ангоры, вещи, которые имеют такую пушащуюся структуру, если речь идет о свитерах, это то, что я совершенно точно не покупаю. Второй тип одежды, который я не покупаю, это объемная одежда. Я достаточно спокойно отношусь к шубам, возможно, когда-нибудь куплю, а возможно и нет, но я очень люблю пальто. И в этом году я с удовольствием носила свое пальто, которое, на мой взгляд, меня не очень украшает, как и любую женщину на этой планете, это пальто Тенди. И признаться, оно, конечно же, очень теплое, оно позволяет очень много надеть под это пальто. И могу сказать, что я задумывалась о покупке еще одного пальто темно-синего цвета, и то, что меня остановило, это как раз-таки объем пальто. Вы не представляете, как его сложно хранить, потому что, если хранить его на вешалке, оно занимает огромное количество времени и места. Я храню его сложенным, аккуратным, выдвижным ящиком, и это пальто занимает практически весь ящик. Могу сказать, что когда я его достаю, оно еще изрядно какую-нибудь хорошую неделю помято, потому что все-таки оно не висит, оно лежит. Я подумаю, что если у меня будет два таких пальто, то я просто вообще не знаю, куда мне их класть. Поэтому все, что касается объемной одежды, это объемные какие-то свитера вязаные, которые мне очень нравятся, это объемное пальто, соответственно, это та вещь, которую я, скорее всего, сейчас не куплю, даже если мне будет очень-очень хотеться. Я также не покупаю обувь на высоком каблуке, помимо того, что у меня очень много обуви на высоком каблуке. Ну, конечно же, это связано с тем, что я все реже и реже, как любая, наверное, современная женщина, встаю на высокий каблук. Я считаю, что женщина на каблуке выглядит очень хорошо, но, скажем так, особенности моей жизни, рядом со мной всегда маленькие дети, которые подрастают, но тем не менее пока все-таки еще малы. Не знаю, кстати, Данечка очень сильно упал, когда я играл с пузырями, я все время снимаю пузыри, мне очень нравится, а дети играют рядом. Вот Даня подскользнулся, очень сильно упал. Я в белом пальто на каблуках, мой муж куда-то отошел, а я с плачущим ребенком. Поэтому, да, обувь на каблуках, это то, что я не покупаю, так же и потому, что я теперь, если куда-то выбираюсь и красиво одеваюсь, я еще попутно снимаю, спина очень сильно устает, я об этом уже несколько раз рассказывала. Так, я не покупаю так же обувь по размеру. У меня 37 размер, небольшой, не маленький, все хорошо. Но если вы посмотрите на мою обувь, это всегда 38 размер, либо 39 даже размер. И могу сказать, что это очень облегчает мне ношение именно высокого каблука, потому что когда-то, очень давно, я поняла, что если я буду покупать даже босоножки размер в размер, то есть вот у меня, я примерила, нога хорошо и красиво смотрится, потому что нет пространства, нет пространства лишнего. Но я поняла, что когда ты ходишь, пространство должно быть. И, соответственно, я покупаю обувь 38-38,5. Если я теперь, тем более знаю, очень много часов нахожусь в своей красивой обуви, неважно, каблуки есть, каблука нет, я покупаю какой-нибудь хороший 39 размер. Я прямо-таки люблю, чтобы они, что называется, сзади хлюпали эти ботинки, туфли, все, что бы то ни было. Сапоги я люблю прямо-таки, что называется, абонданты, чтобы было. Поэтому да, я не покупаю обувь своего размера. Я больше не покупаю вещи, которые мне понравились, когда я на них посмотрела. Но когда я их приложила, примерила, хотя я сейчас практически не совершаю примерок, я все время, я все время совершаю онлайн-шоппинг. Ну, например, так было с пальто Мануэлла, в которой я пошла все-таки и померила. Я больше не покупаю вещи, которые во время примерки мне не очень, не очень цвет, не очень фасон. Но вот они мне нравились, сама идея мне нравилась, на ком-то я увидела, мне понравилось. Но если во время примерки я вижу, что это, ну, вот не мое, но купить мне очень хочется, Я не покупаю, потому что я поняла, что потом эти вещи все-таки тяжело носятся, и все-таки вот этот вот какой-то мотив он имеется, либо цвет тебе не очень идет, либо цвет подходит, но фасончик не твой, а ты купила, и в общем-то все это опять же захламляет твой гардероб. Но самое главное, как я люблю говорить в своих видео о минимализме, когда мы покупаем вещи, которые на 100% не соответствуют нашим требованиям, это значит, что мы лишаем себя возможности завтра, встретив вещи, которые на 100% будут отвечать нашим требованиям, обладать этой вещью. Потому что нам просто будет некуда ее складывать. Соответственно, вещи, которые во время примерки не очень мне подходят, как бы они мне не нравились, как бы я не хотела купить, с какой бы готовностью купить их я не пришла в магазин, я эти вещи не покупаю. Платье-свитер. Очень мне нравится идея платья-свитера, из-под которого выглядывает мини-юбка, либо короткие шорты, либо вообще удлиненный свитер, который можно, допустим, носить с джинсами скини. Я до сих пор очень люблю джинсы скини. Но я поняла, что вот такой фасон свитера удлиненный, он очень сильно вытягивается, извините меня, на попе. И, соответственно, каждый раз, когда ты садишься, ты должна либо его поднимать, что ты не делаешь, особенно если на тебе есть верхняя одежда. Это просто невозможно сделать. Ты садишься, допустим, в пальто, и, соответственно, у тебя нет возможности приподнять свитер. И свитер очень сильно вытягивается. И, несмотря на то, что в ванфас он смотрится очень хорошо, в профиль это одежда, которая очень быстро теряет свой хороший силуэт, не держит силуэт. И в профиль это то, что меня лично портит. Даже если надеваете удлиненный свитер под пояс, все-таки сзади он все равно имеет тенденцию со временем очень сильно вытягиваться. И происходит это достаточно быстро. Соответственно, это вещь, которая не украшает меня в ближайшем будущем. Поэтому удлиненные свитера, несмотря на то, что они мне очень нравятся, на фотографии они классно смотрятся, на стрит-стайле тоже, если мы посмотрим инстаграм, если мы посмотрим пинтерест, очень много красивых образов, как раз-таки с удлиненными свитерами. Но, тем не менее, я больше не покупаю. Ненатуральные составы. Не могу носить ненатуральные составы, даже не знаю почему. Мне некомфортно, я люблю хлопок, я люблю шею, все. На самом деле, это единственный даже из натуральных составов, те составы, которые я приемлю. Я не очень люблю кискозы, я не очень люблю лен, я не очень люблю вообще вариации, что называется, на тему кашемиру. Тоже я достаточно равнодушна. Лично на коже, например, я не ощущаю разницу между хорошей шерстью и хорошим кашемиром. Поэтому, в общем-то, шерсть и хлопок – это мои любимые материалы. И если вещь, которая мне очень-очень нравится, сделана из ненатуральных материалов, либо они превалируют в смесе тканей, я совершенно точно подобную вещь покупать не буду. Дорогая одежда. Дорогая одежда – это то же, что я, в общем-то, наверное, могу сказать, перестала покупать. Есть крайне-крайне редкое исключение. Это все-таки касается верхней одежды. Я много раз, например, рассказывала, почему пальто должно быть дорогим. Оно должно быть теплым, оно должно быть легким, оно должно быть хорошо скроено. Это все, как правило, определяет высокую стоимость пальто. И могу сказать, что в том, что касается одежды, я совершенно перегорела желанием иметь какие-то дорогие и, как мне раньше казалось, качественные вещи. Я много раз рассказывала, что если даже дорогие вещи действительно более качественные, чем недорогие вещи, как правило, разрыв в цене не настолько, точнее, разрыв в цене гораздо больше, чем разрыв в качестве. То есть разница в качестве между вещью недорогой и очень дорогой будет зачастую минимальна. А разница в цене может составлять десятки раз. Поэтому я теперь с настороженностью отношусь именно к дорогим вещам. Бывает, вещи очень мне нравятся, мне очень хочется ее купить, но, как правило, я жду доски, да, либо, в общем-то, не покупаю ее просто потому, что нет никакого смысла. На мой взгляд, в современном мире, в том, что предлагает современная мода, современные производители покупают действительно какую-то очень дорогую одежду, очень люксовую одежду. Опять же, пометуя о том, какой образ жизни я веду здесь и сейчас. Есть определенная категория вещей, в отношении которых я, скажем так, согласна, что эти вещи должны быть дорогими. Но это как раз-таки тот случай, когда разрыв между качеством и ценой в обоих вариантах, когда вещь куплена за меньшие деньги или за большие деньги, он действительно будет ощущаться. Например, это касается ремней. Все качественные ремни, которые у меня имеются, за которые мне пришлось заплатить хорошие денежки, это ремни, которые в прекрасном состоянии. Они не деформируются, у них не деформируются отверстия, которые я часто закалываю, скажем так, по-разному. То есть я не использую только одно отверстие, все зависит от того, надеваю ли я поверх верхней одежды, либо я ношу непосредственно, допустим, на платье, когда требуется более узкий ремень. И могу сказать, что ни один из ремней, при том, что я достаточно часто их использую в последнее время, не повредился. Вот действительно есть такие категории, их, кстати, очень-очень мало. Сюда бы я могла отнести также хороший, качественный шелковый платок, шелковый шейный платок, традиционная кара 90х90, потому что это действительно платки, если они сделаны из определенного шелка, это платки, которые не нужно гладить. Да, они могут замяться, но их достаточно повесить на несколько часов, и они будут действительно как будто бы выглажены, как будто бы отглажены. Поэтому есть редкие-редкие случаи, редкие категории вещей, за которые можно заплатить чуть-чуть больше и получить действительно большее качество. Но в целом, в том, что касается одежды, например, я совершенно не вижу смысла покупать, по крайней мере для себя, дорогую одежду. Ну и последняя на сегодня категория вещей, это любая обтягивающая одежда, либо одежда очень узкого силуэта, очень узкого кроя, светлых цветов. Речь не идет только о белом цвете, либо о светлом бежевом цвете. Нет, я поняла, что даже светлые голубые цвета, светлые розовые цвета, все светлые цвета, если речь идет о каком-то узком силуэте, смотрятся не так выигрышно, как изделия черного цвета, либо любого темного цвета. Почему? Да просто потому, что элементарные тени на нашем теле, даже если мы не имеем лишний вес, тени создают эффект лишнего веса и эффект какого-то лишнего объема. Очень часто это может происходить в районе живота, очень часто это может происходить в районе груди, в районе предплечья, где угодно это может происходить, потому что сами заломы ткани создают дополнительные тени, которые видно на светлых тканях, на темных тканях. Этого не происходит. Я заметила, что светлое, допустим, платье, и я заметила, что, допустим, светлое узкое платье, оно самостоятельно смотрится не так хорошо, как если надето под что-то. Поэтому если я и покупаю теперь светлые вещи узкого силуэта, делаю это сознательно, знаю, что самостоятельно их носить не буду. Ну а поскольку я являюсь человеком, который за максимальную функциональность гардероба, я предпочитаю покупать вещи, которые действительно максимально универсальны, носятся и хорошо выглядят как самостоятельно, и также как первоначальный слой в каком-нибудь ансамбле. Поэтому я за темные оттенки в том, что касается узких силуэтов, облегающих силуэтов, поэтому могу сказать, что узкая одежда, обтягивающая одежда, светлых цветов, это то, что в мой гардероб больше не попадает. На этом с вами прощаюсь, дорогие зрители. Напишите в комментариях, что вы больше не покупаете из одежды, поскольку речь сегодня шла именно о ней. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.